Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего и бывший сотрудник службы безопасности Украины. Иван, здравствуйте. Алексей, здравствуйте, спасибо, что снова пригласили. Сегодня будем говорить на такие темы. Начать войну теперь может каждый после действий Хамас. Почему не сработали системы оповещения, железный купол тоже не выдержал, а США всю помощь отдаст Израилю. Россия воспользуется шансом. Об этом, обо всем и о терроризме мы будем говорить после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, таблицу интервью, короткие вопросы, короткие ответы, три вопроса от украинцев, три вопроса от россиян. По традиции, начинаем с россиян. Нашим воякам уже доходит, что вся мощь армии России была только на бумаге, спрашивает, видимо, умный зритель из России. Я думаю, да. Я думаю, доходит. И мы это видим по перехватам нашей разведки, нашей контрразведки, где они жалуются, что они идут на шту с одними автоматами, без поддержки техники. То есть арматы они не видели на своем пути, не появляются. Все рассказывают, что скоро победим, но пока победы не прогнозируются. Абрамсы в зиму не смогут-то воевать. Они не потянут США, потому что не приспособлены. США передает ВСУ одно барахло. Кто-то придумал, почему барахло? Почему решили, что Абрамсы одни зимой не ездят? Это какая-то дикая пропаганда, лютая пропаганда. Минус один он уже не заведется, минус 10 он уже не поедет. Ну почему? Танк такой же самый, как и Т-72, как и Т-80, тоже там концепция гусеницы, ролики, башня. Конечно, он поедет, конечно, будет воевать. Посмотрим, посмотрим, как он себя покажет. Посмотрим, как себя покажут российские танки зимой, да, вот, потому что они там подтягивают Т-90, прорыв. Глянем, конечно, все. Три вопрос от украинцев. Вчера слышал, что Путин и не хотел взять Киев и Одессу. А чего бомбили-то? Да. А это адаптация речи Путина под текущие реалии, да, вот, если у них, не дай бог, что-то будет получаться, то сразу же аппетиты растянутся, ну, во многократно, да, раздвинуться, что мы хотим и то взять и это. Кстати, эти аппетиты уже появляются, например, это Гаулятер Балицкий, мы хотим Финляндию, мы хотим Польшу. Политическое руководство пока большое не признает эти аппетиты, но я уверен, что оно их имеет. То есть хотят двигаться дальше. У Путина говорят, что хотят мира. Это до поры до времени? Ну, им нужна передышка. Им не нужен мир. Им нужна перемирие, передышка, чтобы начать эту войну в срок до 2030 года. Вот я так вижу. Россияне перебросили корабли из Крыма в Новороссийск. Так говорят. Унизительно проигрывать дроном, когда у тебя есть флот? Абсолютно верно. Слушайте, еще раз. Никто никогда не планировал, что большой корабль, который стоит сотни миллионов долларов, на который потрачено сотни тысяч тонн стали, в нем куча разной техники, примочек. Он сможет быть потоплен маленьким дроном. По факту, это даже не дрон, это гидроцикл, на котором в Одессе катаются в море летом, или в Турции, или в Египте. Это гидроцикл. И я уверен, что сейчас будут пересматривать все свои отношения все страны мира к вот таким вот надводным беспилотникам. Слушайте, он может нести почти тонну взрывчатки. Конечно, это опасно. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучивал в начале интервью. Итак, начать войну теперь может каждый. ООН была очень решительно... Это я сейчас иронизирую, конечно. Мир в который раз дает понять, что войну может начать каждый. Вот ООН ничего не говорит, он просит теперь Израиль быть осторожнее, вести войну по правилам, после того, как он пережил террористическую атаку Хамаса. Но вот после этих действий, после того, как ничего не смогла предотвратить ни ООН, ни кто-то другой, получается, действительно, войну может начать каждый? Не каждый может начать, но не каждый может завершить ее так, как он себе это запланировал. Старт был неплох, но не каждому удавалось добегать до финиша или пробегать всю дистанцию в одном ритме. У россиян в Украине тоже старт был неплох. Первый месяц было очень тяжело, но потом все пошло очень как не по плану. На что рассчитывали палестинские террористы, когда они начинали эту атаку? Одному только Аллаху известно, как можно, маленькими группами. Да, вы прорвались, а дальше что? О снабжении, о питании ваших военнослужащих, боекомплектах. На что вы рассчитывали вообще? Какая задача была? Зайти, убить как можно больше мирных израильских жителей, расстрелять солдат, где застали врасплох, угнать заложников, ввести танки, бронемашины, где-то кому повезло, телевизор утащить в газу и что? Все. Такое планирование двухходовое. То есть очень наивно. И теперь, знаете, кто нарушил правила, тот получает по всем правилам ведения войны. Ну вот действительно, на что рассчитывал Хамас? Это как получается моська против слона? Они что, не понимали, что будет серьезный ответ после таких, мягко говоря, резких действий? Ну, что там в Хамасе сидят одни дураки? Ну, это неправда. Сидят расчетливые люди, да, которые террористы, расчетливые. У них должен был какой-то план. Где этот план? Когда он начнет работать? Ну вот я еще раз перепразил такую фразу. Нарушая правила, готовься к последствиям. Последствия сейчас будут для газа очень серьезные. Возможно, они рассчитывали на что? Как это было в предыдущие годы, когда брали в плен израильских военнослужащих, то израильское государство вложило все на ком, чтобы вернуть этих военнослужащих. Вот, например, Гелат Шалит, в 2005 год, я не ошибаюсь, это военнослужащий. Капрал! Это не минерал, не полковник, не майор. Это Капрал. И на него, по-моему, поменяли тысячу палестинских террористов, чтобы вернуть. То есть, ну, очень большое количество было. Вполне возможно, что Хамас рассчитывал. Сейчас заберут огромное количество пленных, а потом будут менять этих израильских граждан на 200-300 своих террористов. Ну, видимо, они не рассчитывали, что будет такая война. Слушайте, для меня удивительно было, что газа, ну, два момента, реально я был удивлен. Газа снабжается водой, электричеством с территории Израиля. Ну, я когда этот момент упустил, я искренне скажу, я не специалист в Ближнем Востоке. То есть, напасть на страну, которая снабжает тебя ресурсами, за которые ты существуешь. И в следующий момент, огромное количество европейских стран помогают Палестине. Это Австрия, это Германия, ООН, там тоже какие-то проекты финансовые. То есть, вы даете деньги для того, чтобы террористический режим себя поддерживал. Все же, устраивая такую мощную террористическую акцию, на что надеялись лидеры Хамас? Кто-то что-то, о чем-то их попросил? Не понимали ли они, что за ними теперь устроят охоту? Вот какая причина? Мне кажется, что они заложники все-таки была, как они это делали раньше. Ну, здесь трудный вопрос. Мы только гадаем с вами. Смотрите, опять же, если начинать с самого начала, то вопрос, а как израильская разведка проспала всю эту подготовку? То есть, ни за один день, ни за один вечер они собрались, они готовились несколько недель. То есть, получается, обошли всю израильскую агентуру, которая там была. Понимали, кто работает на разведку, максимально не привлекали этих людей, минимизировали их нахождение в системе принятия решений. И техническая разведка прощелкала. Все-все-все-все-все. И даже говорят, что, возможно, было даже предательство. Не факт, не знал об этом. На что рассчитывал Хамад, да, вот Палестина? Возможно, мое усмотрение такое аккуратное. Возможно, они рассчитывали, что не будет такого ответа. Возможно, что-то побоятся уничтожать своих же сограждан, которых они взяли в заложники. Сейчас, кстати, этими израильтянами активно жонглируют палестинские террористы. Если вы будете приближаться, мы будем убивать по одному заложнику. По-моему, после каждого удара будем убивать по одному заложнику. Возможно, расчет был, что Израиль не посмеет нанести такой ответ. То есть, мы украли у вас столько людей, только попробуйте, мы их всех убьем. Возможно, был такой расчет. Возможно, он намного глубже со стороны тех стран, которые начали эту войну. Возможно, отвлечь внимание от Украины, что у нас сочнется огромнейшая резиня на Ближнем Востоке. Все будет внимание приковано Израилю, Украине ничего не достанется. Но США сказала так. Окей, мы готовы увязывать Украину с Израилем, но там не будет конкуренции. Там не будет такого, что вот вам на две страны, условно, 100 танков, сколько вы себе заберете, Израиль, например, 70, а вам 30, да, Украина будет по остаточным принципам. Украине и Израилю нужны совершенно разные виды техники. То есть, мы там не будем пересекаться, и конкуренции не будет. Вот я только хотел об этом спросить. У нас же, получается, разные войны, по-разному все идет. Вот помощь от США нам идет одна, а Израилю, скорее всего, будет другая. Я правильно понимаю? Можно конкретнее здесь? Ну, смотрите, нам сейчас нужно что? Мы имеем дело с российским огромным количеством тяжелой техники. В Палестине, ну, в секторе газа, такой техники нет. То есть, там не нужны танки. Ну, дживилины зачем нужны, чтобы уничтожить танки? Нет. Противотанковые орудия какие-то? Нет, не нужны. То есть, это все не нужно. Авиация есть у газа? Нету, конечно. То есть, стингеры тоже не нужны. Противоракетная оборона. Окей, как вариант. Но она нужна не в виде патриотов, которые это большие, которые сбивают большие цели, а нужно что-то маленькое, ну, что-то в районе, скорее всего, гепарды, возможно, аэристи. Ну, что такое маленькое, что сбивает вот эти вот самоделищные ракеты. То и так, Израиль – маленькая страна. Это по размерам Сумская область. Ну, вообще, в самом широком месте – это от Киева до Житомира. Ну, понятно, что эти ракеты летят там 10-15 километров, но в масштабах Израиля – это какая-то часть страны, большая часть страны. И нужно что-то маленькое для ближнего боя, для сбивания. Вот как вот шахеды у нас сбивают. Нам же, Украине, нужна противоракетная оборона, станции радиоэлектронной борьбы, контрбатарейная борьба. То есть, мы расходимся в этих позициях. Нам нужно огромное количество снарядов. А Израилю нужно, скорее всего, больше что? Поддержка с моря. И я думаю, сейчас будет зачистка, и нужна бронетехника, бронеавтомобили, скорее всего, нужны дополнительные. Что еще, что еще, что еще, что еще, что еще. Ну и вот средства противовоздушной обороны, ближняя. Ближняя боевая. Говорят, США отправили авианосец в Восточное Средиземное море. Это решит вопрос? Будут ли США вступать непосредственно? Или только в случае... Если вы хотите обстреливать территорию Израиля, например, со стороны Ливана, то я думаю, что эта группировка морская, она будет просто точечно поражать цели, откуда наносятся эти удары, и все. Вот такая поддержка будет. А Израиль будет самостоятельно проводить наземную операцию. Я думаю, что США принимать участие в ней не будут. Зачем еще своих солдат отправлять на сектор газа, зачищать его? По состоянию на 2020 год населения газа, это приблизительно 2 миллиона человек. Вопрос, что с ними делать? Понятно, что не все из них поддерживают терроризм. Кто-то там прямо, кто-то опосредственно, кто-то против, но он заложник. Огромное количество людей там остается. Женщин, детей. Что с ними делать? Я не думаю, что Израиль будет устраивать массовую резню и уничтожать 2 миллиона человек. Даже в целях какой-то мести, сатисфакции, я думаю, этого не будет. Вопрос, ринутся ли они в Египет, пустят ли и в Египет, или какой-то коридором создадут, не знаю, морской, чтобы они в Ливан передвинулись, не готов сказать, но это вопрос, который Израилю придется решить. Такой гуманитарный. И кормить же этих людей надо хотя бы один раз в день, хотя бы воду давать. То есть немаленькое количество населения. Это полки, вы считаете? Давайте вернемся. Это если без приезжих, что ли? Давайте вернемся к авиации США. Будет она задействована в Израиле? Это усложнит поставки F-16 в Украине? Или в США есть достаточное количество самолетов? Всего было произведено порядка 4000 единиц F-16. Поэтому я думаю, что проблем с этим быть не должно. Нам их нужно около сотни на первом этапе. Возможно, две сотни. Что-то будет ломаться, что-то будет сбиваться Российская Федерация. Это жесть. Это жизнь. Это жизнь и это железо. Оно имеет свойство ломаться, уничтожаться. А здесь я думаю, что авиация поддержит, скорее всего, наступление израильтян с точки зрения, чтобы не было, например, каких-то обстрелов к большим ракетам со стороны Львана. Ну, например, как вариант. Я думаю, в этом поддержка будет. Ну, создать такую благоприятную обстановку. Ну, и патрулировать будут, скорее всего, побережье. Допустим, начинается какая-то заварушка с севера Израиля. Это начало Третьей мировой? Вы знаете, я считаю, что мировая война уже идет. Уже идет. Уже сейчас вот эта Украина против России. И с нами 50 стран, там еще какие-то страны с Российской Федерацией. Я уверен, что Третья мировая уже идет, а это уже будет какое-то ответвление на Ближний Восток. Но вопрос, как смогут страны Ближнего Востока, которые выступят против Израиля, поддерживать население или, не знаю, военные операции против Израиля. Если Израиль действительно будет настроен уничтожить всех своих врагов с помощью США, то будет, конечно, уничтожить ракетными обстрелами. Где-то там авиация будет залетать. Я уверен, что война мировая уже идет. Говорят, что побаиваются СМИ из Южной Кореи, что теперь воспользуется Северная Корея, так же, как Хамас воспользовался неожиданностью, Северная Корея может быть. Как считаете, вброс какой-то или реально? Я думаю, вброс. Я думаю, вброс, но с целью больше подготовить общество, что вот война может быть, чтобы мы не спали, южнокорейцы, чтобы не проспали. Но обратите внимание, что Южная Корея, она нарастила за последние пять лет на 170% свой экспортный потенциал в вооружении. То есть у них очень серьезные запасы, они очень активно готовятся к возможному вторжению. И я уверен, что они переиграют технологически Северную Корею. Вот смотрите, северяне рассчитывают, вот из того, что мы знаем, на артиллерию. Вот они говорят, это бог войны, да, артиллерия. Но контрбатарейная борьба, она тоже очень важна. Когда твоя техника улавливает, откуда произошел залп, и может моментально сориентировать твою артиллерию, уничтожить противника, то грош цена — это артиллерия. Если мы говорим, вот сейчас начались разговоры о том, что Израиль может применить ядерное оружие, потому что если там вдруг на них нападет еще кто-то, кроме Хамас, Северная Корея может применить ядерное оружие против Южной Кореи. Ну вот эти вот разговоры такие ведутся. На руку Путину? Ну ему на руку какая история. Я не готов сказать. Действительно, он это запланировал, он как стратег, или просто все так складывается. Отвлечение внимания от Украины. Он же, кстати, неоднократно акцентировался, что как только перестанет идти помощь Украину со стороны Запада, война закончится в течение недели. То есть неделя, все там отстреляли, все, ничего нет, и россияне начинают двигаться в бой. То есть они рассчитывают переграть Украину чисто выдержкой. Вот у нас больше снарядов, вот больше боеприпасов, больше людей. Страны Запада, во-первых, и так не резиновые, вместе с США, тут Ближний Восток, туда нужно помогать, там Южная Корея, там нужно помогать. И на каком-то этапе Украину, как им кажется, придется бросить, потому что это чемодан без ручки на их усмотрение. И вот как-то вот так оно все и закончится. Будет помогать Израилю, ближайшему союзнику Южной Кореи, а Украина останется один на один с Российской Федерацией. Вот такой расчет, конечно, у них есть. Нет, это понятно. А по ядерному оружию, если вдруг эти вот разговоры неспроста же завелись по использованию в Израиле вроде как ядерного оружия, а вдруг? Я думаю, про ядерное оружие речь не стоит, потому что оно не решает тех задач, которые перед собой ставятся. И у Ирана есть ядерное вооружение, мы уже понимаем это, что у Израиля есть, ориентировочно 30 боеголовок есть у Израиля. Сколько у Ирана? Ну, скорее всего, где-то около 20 тоже, ну, как минимум. Потому что они давно уже работают над этой программой. Все прекрасно понимают, что это выход на темную платформу метрополитена, и ты не понимаешь, с какой стороны приедет поезд и тебя собьет. Поэтому я думаю, что все будут максимально использовать конвенциональное оружие, потому что его больше, оно точнее. А ядерным оружием ты всю территорию не покроешь. А вот конвенциональные ракеты, бункеры пробивают, долетают, уничтожают, это гораздо эффективнее. Ну, а Иран способен применить ядерное оружие против Израиля в случае, если начнется эта война? Ну, я думаю, они тоже понимают все риски, что если они только применят ядерное оружие, то они автоматически встают объектом номер один для Соединенных Штатов, для уничтожения всех пусковых объектов. То есть не так уж и много этих боеприпасов, не так уж и много этих ракет-носителей. Поэтому я думаю, что они тоже сверяют. А если мы, а что нам в ответ прилетит, куда прилетит, с каких сторон прилетит? А если Иран договорится сформирует эту ось зла, Иран, Россия, Северная Корея, они в один момент договорятся применить ядерное оружие? Против кого? Против нас, против Израиля, против Южной Кореи. Ну, давай так, Северная Корея, она ориентируется на Китай. Очень сильно на Китай, насколько мы знаем. Мы понимаем, что Китаю это не с руки, вот это все использование. Иран, на кого Иран ориентируется, какие его соседи. Нужно понимать, кто им будет помогать, или будут ли помогать. Кстати, помните, вот, конечно помните, май прошлого года в Кремле активно трясли ядерной дубинкой, даже на политическом уровне. Приводили войска в повышенную боевую готовность, вот эти войска к терапевтическому назначению. А потом Financial Times писал о том, что провели беседу китайские представители с Российской Федерацией, сказали, закрыли тему, ядерное оружие, вы эту риторику не используете. И все, как припарками сняло, осталось только у алкоголика из Тосканы, Дмитрия Медведева, риторика, а вот официально она исчезла полностью. Я думаю, что Китай не одобряет вообще ядерную риторику, как российскую, так и северокорейскую. Это тот тус, который должен оставаться в рукаве, и его нельзя использовать. Давайте вернемся к терроризму, к вопросу об этом. Уничтожение террористов в Израильской, ну, на Израильской земле, точнее, в Палестине, да, и на Израильской земле, и в Палестине, даст толчок миру понять, что Россия тоже террорист, путинский режим, я имею в виду, не Россия, а путинский режим, и что с ней нужно поступить не менее жестко. Или все-таки будут возиться, как вот возятся сейчас? Я думаю, вот это пози... К сожалению, вот эта вот кровавая бойня, которая была устроена, она позитивно скажется на Украине. Мы же всегда смотрим из расчета, как это поможет Украине, в каком размере. Россия, по-моему, это большой союзник с Ираном, да, вот наличные поставляют в Иран, оплачивают беспилотники, Иран частично финансирует Хамас, мы понимаем, что это ось зла, да, Россия, Иран и палестинские этих боевики Хамас. Мы видели, что страны Запада сказали, ага, мы помогать больше не будем, да, вот Австрия, Германия, как я говорила, они остановили свое финансирование, и ООН остановил свое финансирование. Я очень верю, что для многих западных политиков, которые занимали до последнего времени позицию, ну, не все так однозначно, вот там Россия, возможно, это Украина спровоцировала, возможно, вот это вот Буча, Репень, это все была инсценировка МИ-6, но вот после того, что они увидели в Израиле, один в один просто, и это не инсценировка, точно так же убивали, резали, насиловали, я думаю, что для многих это будет откровение, и, возможно, они поменяют свою позицию из какой-то антиукраинской на, ну, минимум, на нейтральную, а в лучшем случае на проукраинскую. Но, с другой стороны, сейчас Израиль обвиняют в том, что он очень жестко обходится с жителями Палестины, которые, по сути, вроде как, не поддерживают Хамас, да, и они его заложники, ну, вот то же самое, что и с российским режимом, что есть люди, которые за Путина, эй, вперед, да, есть люди, которые просто заложники этого режима, они не могут выходить на улицы, их арестовывают просто даже за плакаты, вот сейчас даже есть, где-то в Калининградской области ФСБ предупредило народ, что нельзя выходить с израильскими флагами в поддержку, вот это вот все не аукнется как-то вот на теме, что нельзя с Путиным тоже жестко. Я думаю, что нет, я думаю, Израиль, он будет себя защищать, вот сейчас они объединились вокруг флага, вот сейчас должна улечься эта пыль, и пока все политики израильские заняты именно вот этим, ликвидацией этой угрозы, когда все закончится, тогда, я думаю, они активно будут более выступать на международном уровне, больше привлекать своих союзников, показывать, что это зло, что Россия зло, и вот смотрите, из тех знаний, которые у меня есть, Израиль тоже так ограниченно помогал Украине, потому что боялся нарушить тот шаткий баланс, который сейчас был в регионе до последнего времени, что, например, Израиль помогает Украине в войне против России, Россия помогает Ирану, Иран наступает на Израиль, то есть никто не хотел это нарушать, и вот так вот как-то шаткое колебание сохранялось. Но сейчас все уже, ну это вторжение, я думаю, что Израиль тоже должен пересмотреть свое отношение к войне в Украине, выступить со своей позицией политической, еще раз, израильские политики тоже будут работать по всему миру, израильское лобби есть в Латинской Америке, в Северной Америке, в странах Африки, я думаю, что они будут активно работать, призывая уничтожить терроризм, как он есть. Можно уничтожить путинский режим и путинских приспешников, так же, как уничтожает израильская армия хамасских лидеров. Точно бьют ракетами там по бункерам, где они сидят, по домам. Одна ракета, один бункер, один какой-нибудь там представитель путинского режима. К сожалению, у Путина ядерная ракета, 5000 ядерных боеголовок, поэтому, к сожалению, так уничтожать нельзя, и страны Запада на это не повезут. Видя, нам даже ракеты передают, очень-очень тяжело, очень трудно. Таурусы, атака, боятся вот этой все эскалации. Я уверен, что после Израиля для адекватных политиков это должен быть решающий момент для передачи нам такого вооружения. Но точечно российских командующих, политиков, я думаю, что же это не получится. Вот так вот ракетами убивать где-то возле дома, ок, это возможно. Какие-то террористические такие вылазки мелкие, да, а вот так, чтобы ракета прилетела условно где-то на Лубянку и снесла все здание ФСБ, ну это вряд ли. Что сейчас предпримет армия Российской Федерации в Украине, учитывая вот условия, которые, как по мнению Путина, мир отвлечен на Израиль? Наступают, наступают, Авдеевка пытается наступать. Вот это с последних дней очень активно, очень двигается сильно. Где-то мы там свои позиции теряем, где-то удерживаем. Были видеоматериалы в сети, где колонна российских танков, там первый танк падает с моста понтонного, да, и тонет, по-моему, в этом переправе. То есть Россия пытается сейчас наступать. И они вот там просто там шабаш какой-то в российских пабликах. Ура, ну наконец-то пошло, все, мы движнячим. Наши военные сдерживают. То есть то, что происходит в Израиле, то, что творит Хамас в Израиле для, ура, патриотов этих, для военных, это какая-то... У нас нет побед? Давайте смотреть, как Хамас убивает израильтян, насилует женщин и расстреливает семьи. Ура, это весело, давайте теперь так с Украины. Да, да, и кстати, вот что меня, ну не то что, ну возмутило, да, действительно. Ну хотя, в принципе, чего возмущаться, и мы понимаем, кто такие россияне. А вот этот Дешагай Русич, да, и они пишут, да, вот в своих пабликах, жалко про Израиль, да, жалко, что мы не там. То есть, ну вы поняли, да, какие-то животные. Терроризм в разных регионах, но с одинаковым лицом, да? Да, с российскими почерк, почерк полностью одинаковый. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, здесь нужно продолжить фразу. И первая фраза такая. Желание жить у Путина не позволит ему продолжить и фразу. Не позволит ему нажать красную кнопку. Но он трус, по большому счету. Он трус, он никогда никуда не сбирался, он никогда не проводил публичные кампании вот ранее, до назначения своего вот преемником Ельцина. Он трус, он трус, он боится, боится своего окружения, боится ядерной войны, боится сгореть. У него есть дети, внуки, он боится. Он не фанатик. Путин перед самым поражением, продолжите фразу. Сойдет с ума. Сойдет с ума, скорее всего. Как свихнувшись, а может сойти с ума? Объясните мне. Он больше сейчас одержимый Украиной. Мне кажется, он сойдет с ума даже для своих близких. Перестанет быть понятен. Сейчас он как-то еще пытается объяснить то, что происходит. Имперскость, мы собираем земли, Советский Союз. Но есть еще куда сходить с ума. Это как Гитлер, когда войска союзников уже окружали Берлина. Он говорит, мы сейчас победим. И когда Гитлер стоял вместе с Альбертом Шпейером над макетом нового Берлина, как мы его отстроим, то есть околицы в окрестностях Берлина бомбардируют, там союзники стоят, а он стоит, тут мы построим площадь, тут какой-то амфитеатр еще сделаем. Первый, кто предаст Путина, будет... Я много... В прошлый раз... Не в то, что в прошлый раз. Когда-то вы спрашивали уже, у меня такое убеждение, что это будет Сергей Киренко. Это первый зам главы администрации президента Путина. Вот он серый, серый технократ, который предаст, но он предаст, скорее всего, тихо. Он может даже, ну, мои предположения, может и сейчас вести какие-то такие сепаратные переговоры. Но явная кандидатура, которая явно предаст, это, скорее всего, будет Кадыров. Потому что чем больше человек клянется тебе в верности, в преданности, это значит, что он первый тебя кинет. Причем кинет с борцовским приемом и будет очень больно. С Путиным Запад будет вести переговоры, если, назовите такие условия. Если российские войска выйдут из Украины, если они оставят Крым, Донецк, Луганск, то, конечно, с Путиным будут вести переговоры. Проигрыш в войне не означает крах режима. То есть, очень возможно, что Путин снова попробует и сможет даже выстроить отношения, ну, как минимум, как минимум, сейчас мы видим с Венгрией, как минимум, наверное, с Пловакией, может даже приехать Илон Маск в Россию. То есть, как-то вот они могут выстраиваться. Но это вот единственное условие, которое я вижу. Путин застанет распад России при условии... Ох, какой вопрос у вас. Путин застанет при условии... Господи, он может... Путин застанет распад России при условии, если... Это первый вопрос, который мне поставили в тупик. Даже, наверное, ничего не рождается. Я больше, чем уверен, что он не застанет распад России, что он умрет раньше его. А как считаете, до скольки доживет Путин? Недавно дедушке был великому неповторимому дедушке был 71. А когда-то же был молодым, энергичным, начинающим политиком. Я думаю, что вот то, что происходит сейчас, вот все вот эти потрясения, доллар растет у них, 100 рублей. И мне очень понравилось, как говорит министр финансов, говорит, ну если ничего не покупают, то ничего не дорожает. Ну такая классная политика. Это все нормально. Я думаю, что это все негативно влияет на его здоровье. Я не профессор Соловей, который говорит, что все, он там 23-й год не переживет. Но я думаю, что здоровья ему не добавляет. Ну не знаю, мне что-то рисуется цифра 75, но это так, это популистический огонь. Иван, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересно. Спасибо вам. Ждем победы Украины. Удачи. Спасибо. Спасибо.